Завод крупнопанельного домостроения, фондок, бобруйск мебель, ТДИА. Практически на каждом предприятии есть нехватка рабочих кадров. На ярмарке вакансий специалисты по кадрам ищутся искатели. Зарплату предлагают разную, в зависимости от опыта и квалификации. Зарплата разная, потому что приходят и учениками к нам, приходят и специалисты уже с более высокими разрядами. Поэтому конкретно, ну, есть и 400, и 500, и 600, может быть, где-то учениками приходят, они немного меньше получают. На 715 официально зарегистрированных безработных в городе приходится 1089 вакансий. Человеку без опыта и квалификации сложнее найти работу, но есть возможность пройти обучение прямо на предприятиях. Практически на всех бобруйских гигантах есть такая система подготовки. Граждане могут к нам обратиться, здесь представители отдела кадров, предоставив свои документы, естественно, сказать, какие имеют разряды. Сразу отделы кадров записывают себе, берут, как говорится, на контроль. И люди могут, даже бывают случаи, что приходят в этот же день, пишут заявление о приеме на работу, если они соответствуют требуемой квалификации. Десятки безработных подходили к столам с табличками потенциальных работодателей, которые интересовались вакансиями, условиями труда и зарплатой. Те, кто соглашался работать по предлагаемому профилю, сразу получали путевку на собеседование. А те, у кого нужного образования нет, спрашивали о возможности устроиться хоть кем-нибудь. В Бобруйске, к слову, есть и своего рода дефицитные специальности, не требующие квалификации. Они, как правило, расходятся моментально. Востребованы медработники, очень инженера, то есть неквалифицированный труд, такие как уборщицы, дворники. Это, можно сказать, вакансии на расхват. Ну а так, строительные маляры, штукатуры, операторы различные, слесаря-ремонтники, слесаря-инструментальщики и так далее. Рабочая профессия есть, но неквалифицированного труда, естественно, вакансии заполняются очень быстро. Как показывает практика, тот, кто хочет работать, обязательно найдет место. Может и не с первого раза, но главное, не сидеть сложа руки. А специалисты центра занятости, в свою очередь, помогут на всех этапах. От направления на работу до бесплатного прохождения медкомиссии. Аванес Степанян, Владимир Гребеневич, Бобрус-360.